В Черкесске состоялось награждение победителей детских творческих конкурсов, приуроченных Всемирному дню водных ресурсов. Проходило оно в Республиканском центре дополнительного образования детей, который является постоянным партнером Карачаево-Черкесского филиала Росгидро в проведении эколого-образовательных мероприятий. Подробности узнаем у Аслана Гирюгова. Режим самоизоляции попал на время проведения конкурса, и ребята приняли участие в нем дистанционно. Они записывали ролики с исполнением стихов «Собственное сочинение» для участия в литературном состязании «Волшебница вода». Присылали фотографии рисунков и подделок для конкурсов «Капелька чистой воды», «Вода – это жизнь» и «Путешествие капельки». Именно в этих номинациях школьники получили награды от Росгидро. Знаете, когда очень много участников, да, трудность возникает, конечно, но нам настолько отрадно видеть детей с их работами, мы постараемся каждого чем-то тоже отметить. Они ведь растут. И время от времени, как каждый из нас, достает свое портфолио, достает свои грамоты, которые они получили в детском саду, в школе, будучи уже взрослыми. Поэтому я думаю, это им очень приятно, потому что, когда видишь результат своего труда, видишь, что взрослые люди отмечают твои какие-то старания, это очень важно для наших детей. Представители «Гидроэнергетика» вручили детям дипломы и подарки с символикой «Росгидро», а победителям в литературной номинации помимо диплома подарили книги под названием «Царица вода». Кроме этого, было отмечено, что подобные конкурсы созданы для того, чтобы дети понимали важность охраны природы и ценили все ресурсы, которые она нам дает. «Неделя воды» — это традиционная неделя, такая посвященная экологическому образованию детей. Мы ее традиционно проводим совместно с Центром дополнительного образования детей. И это всегда такой вот симпатичный, хороший праздник. Мы привлекаем внимание детей к проблеме чистой воды, к сохранению водных ресурсов. К тому, что это важно, что им жить на этой планете, им нужно бережно относиться к воде, к водным ресурсам. Привлекаем внимание и к тому, в каком удивительно красивом месте мы живем. Организаторы данного мероприятия отметили, что в будущем планируется еще много подобных мероприятий. Ведь тематика чистой воды и бережного к ней отношения будет всегда актуальна. Аслан Гирюгов, Роберт Джигуданов, Вести, Карачаево, Черкесия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!